Хочу порекомендовать вам группу по прокачке Forza Horizon 4 для ПК и Xbox. Данный сервис предоставляет такие услуги, как добавление кредитов на ваш аккаунт, добавление любого авто в ваш гараж, активация Forza Horizon 4 Ultimate Edition для ПК, а также много всего. По промокоду OnePoint скидка 10% на все товары. Ссылка на сервис в описании. Всем привет, друзья! С вами Дима OnePoint, это Forza Horizon 4, и здесь у нас наступил зимний сезон! Буквально вчера, кстати, он наступил. Ребята, напоминаю, если вам интересно, как эти сезоны я прохожу, просто понаблюдать за этим, позалипать. Вот здесь под подсказочки сверху, вот здесь вот, можно будет подписаться на стриминговый канал и не пропускать все эти трансляции. Итак, зимний сезон. Чем он мне так дорог и приятен? Приятен он тем, что за 50% нам дают Toyota 2000 GT. Эта машина была в Forza Motorsport 6, ну, из последних Force, и в Horizon 2. Даже в Horizon 3 ее, я так понял, не было. Но, тем не менее, вот нужно вот столько всего пройти, чтобы получить хотя бы 81% прогресс. И на 80% мы получаем Mercedes-Benz CLK GT. Ребята, это очень хорошая машина. Если вдруг у вас ее еще пока что нет в гараже, обязательно проходите этот сезон, забирайте две эти тачки. На удивление, это очень-очень классные экземпляры будут у вас в гараже. Сейчас мы будем разбираться с Toyota, но пока что я вам хочу показать еще, что у нас будет в весеннем сезоне. В весеннем сезоне из того, что очень прям пригодится, это Alfa Romeo 33S. Это классная машина, которая дорогая, из нее тоже можно много всего интересного сделать. Koenigsegg One, ну, в принципе, да, но не особо надо. Также Mercedes-Benz GT4. Для тех, у кого нет в гараже, можете забрать. Honda Prelude. Все остальное, ну, вот Revinton FE, окей, еще более-менее. Но, в принципе, новых тачек-то в весеннем сезоне нету. Новые машины у нас, ну, как, новостарые машины, потому что Toyota 2000 GT, как вы знаете, была в предыдущих играх, просто ее добавили снова. Бесконечно мне нравится, что Toyota все-таки потихоньку начинает возвращаться в серию игр Forza. Итак, у нас была AE86, для тех, кто забыл. Также одна из первых у нас была эта Supra. Прекрасная, красивая Supra. А теперь еще 2000 GT 69 года. Друзья, в категории D она находится. Индекс производительности 447, задний привод и мотор спереди. Вообще, эта машина мне больше всего нравится дизайном, потому что такое ощущение, что ее делают, знаете, под какую-то Англию. Дизайн очень похож на машины от Jaguar. И, в принципе, даже для категории D вы можете посмотреть, что у нее очень неплохой разгон. Семерочка, друзья, и скорость у нас 6. Это те вот вещи, на которые стоит обратить внимание. Итак, конечно же, садимся в эту машину. Посмотрим сейчас на нее со всех сторон. Я вам сразу же говорю, эта тачка крута именно с салоном. У нее такой деревянный. Блин, ну не только с салоном. Окей, экстерьер у нее тоже красивый. И, конечно же, вот посмотрите, у нее есть фары вроде как вот такие, да. Но еще у нас есть тут и слепые фары. Сейчас я вам покажу это дело. Открою. И вот видите, у нас тут типа противотуманки и основные фары. И самое интересное, что она все равно максимально приятно со всем этим делом выглядит. И, оу май, а что это такое? Подождите, я даже не знал. Что это за лючки такие? Что у нас здесь находится? Я вижу канистры какие-то. Блин. Слушайте, я не знал, что у нее эти лючки, они, оказывается, открываются. Здесь у нас аккумулятор стоит. Ни хрена себе. Слушайте, а как движок-то к Райфуу выглядит. Ё-моё, посмотрите на эту красоту. Мне нравится. Мне нравится очень эта компоновка. Но вот единственное, немножко неудобно, мне кажется, подлазить под двигатель. Ну, не под двигатель, а вообще ковыряться двигатель не очень удобно, когда вот у нас он как-то так в середине капота находится. Но это, опять же, мои такие личные придирки. Я обычно люблю вот так вот спереди к машине подойти и там уже капот лицезреть. Смотрите, там вот видно, да, внутри какой салон. Это прям вот ягуар и тайп, что-то вот такое. Мне очень нравится у нее жопа. Вот посмотрите вот на эти фары задние, фонари точнее. И смотрите, какая выхлопная система, а. Сдвоенный глушитель, все как надо. Блин, красота, просто красота. И багажничек здесь, ну, такой небольшой. Поскольку у нас японская машина, руль, естественно, находится справа. Садимся в эту карету. Блин, я не знаю, как вам. Вот мне этот дизайн просто нереально нравится. Посмотрите, сколько у нас приборов. Сколько различных датчиков. Все это в отдельном колодце. Красота. Вот посмотрите, какое дерево. Вот тут вот, мне кажется, что тут даже через игру видно, что это не пластика. Это вот прям настоящее дерево-дерево. Нереальная вообще красота. И даже ручка КПП, посмотрите, какая красивая. Мне нравится. Кстати, вот этот рычаг, это что у нас получается? Ручной тормс, что ли, такой? Блин, ну, ну нереальная красота. Просто нереальная. Я, конечно, понимаю, что я что-то последние машины, вот, которые не увижу. Вот если это марка Тойота, все, я облизывать ее начинаю. Но реально кайфовая тачка. Очень красивая. Очень красивая. Ну, давайте ее уже ради интереса заведем. Так, где у нас тут? Вот сюда нажимаем. Сейчас послушаем просто ее звук. Ну, блин, ну реально, ну посмотрите на эту няшку. Не знаю, я люблю когда слепые фары. Опа. А звук-то какой, а? Какой звук? Просто красота. До 8000 оборотов она крутится, все как всегда. Раздлинула она, кстати, до 200... 280... А, 250. Ничего себе. Блин, мне нравится у нее звук. Я прям залипаю. Реально залипаю. А что там сбоку? Какая-то маленькая кнопка я заметил. Ни хрена не видно, что написано. Ладно, тем не менее, мне хочется сейчас на эту зимнюю дорогу прям выехать на этой машине. Сейчас мы будем играть на ручной коробке со сцеплением. Поэтому, если вдруг увидите дрифт, это у меня автоматически получается сорянба. Ну посмотрите, ну какая она приземистая, какая она прикольная. Вот эти вот фары. Вот когда такие красивые фары, очень хочется иметь возможность включать-выключать их. Вот как раз поднимать-опускать. Но, к сожалению, пока что еще форза не дошла до такой вершины, чтобы это было. Ну что же, категория D у нас. Давайте посмотрим, как машина едет. О, понятно, понятно. Блин, ну красиво, красиво. Реально, очень красиво выглядит. Давайте от первого лица даже поедем, чтобы с максимальными кайфушками было. Чтоб я видел, как я переключаю коробку передач. Ну, конечно, тут вы сами понимаете. Категория D автомобиля, это логично, что тачка не супербыстрая. Это понятное дело. Тут такой, знаете, максимальный чилл получается. Мы просто едем спокойненько и чилим. Вот, можем на пятую переключиться пока что. Вот. Но, в целом, да. Не, ну она, кстати, по управлению неплохо. Правда, я вот тут вот что-то немножко улетел. Снеговика нафиг с объемом. Управление неплохо. Это такой достаточно длинный заднеприводный автомобиль. Марки Toyota, так сказать. Так что тут с дрифтами должно быть все окей, как обычно. Но насчет кольцевых гонок я вот здесь вам не могу сказать ничего за эту машину. Кстати, у нас пять передач всего. Все, вот мы в отсечку уже едем. Как бы я вот не хотел переключиться, видите, никак уже все. Дальше у нас коробка передач не идет. Слушайте, ну кайфово, очень кайфово. Давайте тормоза сейчас проверим, насколько хорошо она заходит в это все дело. Вроде неплохо. Ну, знаете, как бы проверять такую машину максимально странно, но... Special for you, как говорится. О, нормально. Не попал в передачу. Слышали, да, звук? Сейчас бы на такой редкой машине, да, по сцеплению не херачить. Блин, мне она все-таки очень нравится, как выглядит. Ну, просто красота. Ну, согласитесь. Я сейчас даже не буду ехать выше четвертой передачи. Мне просто хочется покайфовать, посмотреть на нее со всех сторон. Не, она с поворотами все-таки не дружит. Чувствуется. Старая машина. Тут ничего не поделать. Но, тем не менее, блин, красота. Красота. В общем, это, знаете, такая машина в коллекцию, которая просто, грубо говоря, будет у вас стоять в гараже. Вы иногда будете там на ней выезжать, типа, на какую-нибудь сходку Forze, классических, не знаю, автомобилей Toyota. Да и все. Ну, ладно. В любом случае, нужно заценить что-нибудь по тюнингу. Но я подозреваю, что по тюнингу у нее там ничего такого эксклюзивного нет. Потому что, ну, грубо говоря, какой тюнинг был в Forze Horizon 2? Можно было убрать просто вот эти вот накладки, типа бамперы. Вот их можно было убрать и повесить бампера от Forze. Все. Больше ничего не было. И сейчас я подозреваю, что по внешнему тюнингу у нас все то же самое. Не туда что-то я сначала зашел. Идем в мастерскую. Ладно, давайте посмотрим, что по свапам сначала. Так, здесь у нас замена двигателя. i6, v8, турборалли и v12. Ничего себе. Ну, v12 сюда запихать. Это, конечно, да. Это интересно. Так, полный привод. Наддув. Динарный трубокомпрессор центробежный. Угу. Что по аэродинамике? Ну да, здесь то же самое. Можно поставить вот этот вот ужасный. Мне кажется, вы это знаете, вот когда борода у тебя растет не вот так, а вот внизу такая вот борода растет, вот так же вот выглядит вот этот вот сплиттер на этой машине. Мне прям не нравится. Так, ну и, да, передний бампер можно просто тупо снять. Ну, как он снимается? Он не снимается весь. Как видите, вот эти вот накладки, которые там идут вместе с решеткой, они остаются. Но можно вот накладочки по бокам снять. Но которые, мне кажется, не надо их снимать. Они очень портят вид автомобиля. Спойлер можно прикрутить. И, конечно же, вот у заднего бампера просто вот эти накладки снять. Но она, знаете, как этот, как беззубик из, как приучить дракона выглядит, когда ты снимаешь вот эти вот все клыки. Ну, по мне, не очень хорошо. Так, ладно, давайте посмотрим еще по резине. Ну, резина, естественно, здесь любая. Какую хочешь, все можно поставить. Ширина колес меняется. Вылет даже меняется. Вот этого, кстати, уже давно не было в Форзе. Но, тем не менее. Но, имею в виду, в последних машин, которые добавлялись в Форзе, там что-то вылет особо не менялся. Вот здесь вот они вернули это дело. Но тут, как бы, блин, машина сама по себе такая, что уж, пожалуйста, запилите мне вылет. Потому что тут можно фитушку, мне кажется, намутить офигенную. Давайте, кстати, это сейчас посмотрим, что по тормозам. Гоночные тормоза можно поставить. Амортизаторы. Ага, спортивные. Вот, гоночные. Ну, вот видите, она просела. Но не так, чтобы сильно, конечно, по бездорожью. И для дрифта. Ну, естественно. Заднеприводный автомобиль. Поэтому, как бы, форзовцы не добавили сюда вот эту вот настройку. Конечно же. Так, каркас. Кстати, а как выглядит каркас? Просто ради интереса. Тоненький достаточно. Да, тоненький. Ладно. В общем, веселуха. Понятно. Но мне больше всего интересно, что там у нас наделали ребята. Может быть, уже есть что-нибудь интересное. Так. А роутрейсинг? Ммм. Во классе. Неплохо. Супер тюн. Супер 900. Да ладно. Слушайте, а у нее реально неплохие. Показайте вас один. Вам не видно сейчас за мной. Я вам просто озвучу. 8.3. Скорость. Управляемость 7.5. Ускорение 10. Разгон 10. Торможение 8.2. Ничего себе. Дрифт Адвенчур. Это понятно. Изи. Дрэк Стрип. 274 мили. Онлайн. Я смотрю, все в категорию А, походу, делают. Да. Дрифт Адвенчур. ВД Рейс. Ну да, да, да. Это все подгонки А. Вот мне хочется попробовать вот эту на 5 звезд. Она прям выглядит очень внушающей. У нее характеристики тоже. Вау. А Роуд Рейсинг. Давайте попробуем. И, конечно же, проверим ее сейчас на нашей любимой трассе. И, конечно же, летом. Чтобы не было всяких проблем с зимой. Ну что же. Как всегда. Сразу вам показываю. Уровень Адвенчур. Ставим на непобедимый. Ручное со сцеплением у меня сейчас стоит. Ну и все остальные настройки вы сами видите. Чтобы потом никаких вопросов ко мне у вас не было. И сразу же говорю. Я потихонечку сейчас привыкаю играть со сцеплением. Да, где-то могу, может быть, в передачу не попасть. Или забыть переключиться. Поэтому будем смотреть на результат, как получится. Так, полетели. Вторая поехала. Третья. Четвертая. Что вам сказать про управляемость? Да неплохо вроде все. Я напоминаю то, что у нас условие какое. Нам нужно... Блин, нормально я влетел в забор. Нам нужно, чтобы мы приехали на первую позицию. За один круг. Но я чувствую, с моим умением... Да. С моим умением ездить на ручной коробке передач, это будет печалька. Так. Давай, 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 давай. Поехали, поехали. Сейчас вот этот вот поворот будет. Вылетаем. Да. Повернули мы немножечко в фокус. Фокус, фокус. Вот у нее с поворотами все-таки не очень хорошо, реально. Тут уже дело даже не в том, как я с коробкой передач взаимодействую. Не, ну тем не менее, слушайте, на втором месте приехали. Наверное, если более удачно проехать, то можно за один круг приехать и на первую позицию. Вполне себе спокойно. Но пока что вот как-то вот так вот, блин, нет. С тормозами и с поворотами она все-таки не особо дружит, по крайней мере, на этой настройке. Нифига мне это не нравится все дело. Просто максимально. Давай, давай, давай. Поехали, поехали, поехали. Нет. Намного лучше можно здесь, особенно в А-классе, проходить эти повороты. Что-то мне это вообще не нравится. Она вон ТТшку еле догоняет. Видите, вот. Вот этот поворот, он по такой траектории должен проходиться спокойно, но он не проходится. Давай. Да ты что? Да ты даже ТТ не можешь догнать. Давай, 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 давай. Делаем, делаем, делаем его. Ну, ТТ, конечно, тут немножечко жопу подставило. Ну, точнее, я в эту жопу въехал. Да, вот смотрите, прям очень тяжело выруливает. Она как-то по прямой едет вот прям без проблем, а вот с поворотами это прям проблема. Стараюсь оттормаживаться получше, но что-то как-то печалька. Очень жёсткая печалька. Давай потихоньку. Так, хорошо. Ну, на третьей передаче она едет. Четвёртая. Ну, вот начинает по прямой сейчас потихоньку уходить. Давайте сейчас попробуем всё-таки залететь в этот поворот как-то. Я не знаю, по сбросу газа. По сбросу газа тоже не проходит в этот поворот, но я не знаю, что такое. Ну, такая, видимо, настройка. Но я бы не сказал, что она плохая для А-класса. То есть, вполне себе. Вполне себе едет, но, как вы видите, с трудом. С трудом я всё-таки занял эту первую позицию. Есть машинки, которые, конечно же, пошустрее. Ну, ладно, я тут ещё напортачил кое-где с переключением передач. Но это не так важно было. Важно, что в повороты она, к сожалению, по крайней мере, на этой настройке заходит не так хорошо, как могла бы. Скорее всего, такая у неё недостаточная поворачиваемость из-за того, если сделать более лучшую, так сказать, поворачиваемость, она, скорее всего, будет ездить боком. И это тоже не очень хорошо, потому что придётся всё поворот их отлавливать. Здесь же, наверное, да. Приняли такое решение, что лучше пускай будет недостаточное. Но зато хоть без бокоходства. Но, тем не менее, вот как-то вот так вот, друзья. Не знаю, я всё-таки склоняюсь к тому, что эта машина больше всего подходит именно для того, чтобы стояла у вас в гараже, чтобы вы иногда на ней выезжали, просто показали, типа, смотри, какую я машину тут в сезоне забрал. Она кайфовая, она дико красивая, но даже в той же Horizon 2 я на ней толком не катался. Я могу сказать, больше она у меня даже не куплена была. Я вот сегодня зашёл как раз для трансляции, чтобы сделать скриншот с этой машины, ещё когда сезон не начался. Вот, и как бы всё. И вышел. То есть, у меня до этого тачка даже была не куплена. Но и здесь, я считаю, просто вот для коллекции забирайте. Но, блин, она кайфовая, она красивая. Ну и, в принципе, если у вас руки с правильного места растут, в категории А, наверное, можно на ней мультиплей рекататься без проблем. В общем, у меня на этом всё. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. И ставим лайк. Хотя бы просто за то, чтобы у нас вернулись все уже Тойоты, которые там когда-либо были в Форзе. Это, мне кажется, будет хорошо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok